Друзья, всем привет! Ну, как и обещал, приехал с магазина и сейчас мы с вами сделаем вскрытие и обзор орхидеечки, которую я просто не раздумывая хвать и схватил из последнего видеообзора орхидеи в нашем волшебном магазине Ашан, который находится в городе Героя Волгограде. И мы будем с вами вскрывать эту орхидеечку вместе с моим орхидейным котом, который вот он прямо вот здесь вот сейчас лежит и внимательно следит. Посмотрите, вот так вот лежит Митя, подтягивается, хорошо ему, всем своим видом показывает, что он внимательно меня слушает и тщательно следит за всем тем, о чем я говорю, что говорю. Да, Митюша? Митька, вот так вот он спит здесь у окошка. Ну, когда надо, на подоконник залазит вот сюда посмотреть, что там во дворе. Ну, а потом опять. Сегодня, кстати, у нас немножечко прохладно стало и вот он скукожился. Вот так вот, да? Кто такой хмурый там уткнулся в мое полотенчико? Вот такой вот. Ой, петухи у нас поют. Перекличка петухов в нашем городском поселке под названием Хохлы. Да, так называется наша местность, в которой я живу в городе Герои Волгограде. Да ты моя сладкая! Вот так вот, потягушечки, митькины растушечки, тыковка. Тыковка созрела. Вот так вот созрела тыковка. Так, ну ладно, продолжим дальше видео. Да, ну что, давайте откроем нашу с вами орхидеечку. Вот она стоит. Она в этом пакете уже переночевала, переночевала и сутки, ну не сутки, ну да, сутки со вчерашнего дня она постояла у меня. И теперь мы ее с вами откроем. Так, вот такая вот она. Кассир. Кассир на кассе мне любезно вот в такой вот пакетик ее поставила. Сразу для меня это будет сейчас сюрприз, вскрытие этой орхидеи, потому что она была, как вы уже видели, из обзора. Кто не видел обзор орхидеи, я оставлю в верхнем правом углу ссылочку, пройдите, посмотрите. Ну, очень интересный обзор. Всегда можно найти среди небольшого количества орхидеи какие-то необычные, отличающиеся от других. Вот сейчас мы с вами посмотрим, что это за орхидея. Ну, сразу хочу сказать, что это, друзья, орхидея в переводе означает «причудливые веснушки». Да, вот такое вот у нее интересное название у этой и есть за что. Сейчас мы ее откроем, я вам поближе покажу. Ну, по весу она только не такая тяжелая, по всей вероятности хочет пить. Хотя корни у нее, смотрю, довольно-таки такие в нормальном состоянии. Ну, а сама орхидея, она, ну, наверное, это лучшее, что осталось после распродажи. Почему? Потому что, думаю, что все-таки были и получше экземпляры. Но вот до моего прихода в магазин, наверное, их расхватали. И вот в таком состоянии, друзья, цветущая орхидея. Купил за 471 рубль, по-моему, да, по ценнику вчера смотрели с вами. Но смотрел буквально недавно, прям, да и какой недавно, вчера вечером и смотрел, привез эту орхидею домой. Пока она в пакете стояла, мне было интересно посмотреть, почем эта орхидея продается в интернет-магазинах. Я вот посмотрел, ну, наверное, самая дешевая на нее цена, на эту орхидею, на различных интернет-магазинах. Так, ну вот, Fancy Freckles. Fancy Freckles орхидея причудливой веснушки продается от 1200 до 1900 рублей, друзья. Ну, конечно, состояние у всех разное, но с учетом пересылки, я думаю, что не в лучшем состоянии придет, как вот это вот. Видно, вот два бутона подсушенные кончики, видите, два бутончика, один цветок уже заканчивает свое цветение. Я его сейчас сразу и удалю, потому что он уже все портит эстетический вид. Ну и, собственно, вот эти два бутона, они тоже, друзья, уже все. Ну, пусть лучше сами отойдут, я их не буду удалять. Вот такая, посмотрите, какая обалденная орхидея. Мне она уже не раз попадается в обзорах из магазинов, но что-то, вот знаете, ну вот по каким-то непонятным для меня причинам. Я то ли забывал купить, то ли еще что-то, но она мне вот нравится за свой вот этот вот, за рябой окрас, друзья. И эта орхидея очень напоминает мне недавнее тоже наше с вами, друзья, приобретение на канале. Есть у нас вот такая вот роскошная красотка. Сейчас я ее вам покажу. Это орхидея. Сейчас вот, вот так вот, да? Вот, вот цветочек такой хороший. Смотрите, одни и те же цвета у этих орхидей. Это одинаковый основной фон желтый. И вот такие вот малиновые, малиновые крапушки. Посмотрите, это вот недавно, помните, орхидею мы с вами приобрели. Это артисток раз. Орхидея еще ее, совершенно верно, ее еще под коммерческим названием, торговое название Джулия. Очень много продают Джулия. Хотя есть еще и другая орхидея, которая называется Элегант Джулия. Которая совершенно отличается от этой орхидеи. Но вот она мне напоминает. Но это вот маленькая такая, да, посмотрите. А это большая. Причудливые, причудливые веснушки. Она большая. Вот такая вот, посмотрите, немножко формы, формы лепестков отличаются. Но просто-просто обалденные. Меня вот завораживает, друзья, вот этот вот, вот эти вот веснушечки, вот эти крапушки. Вот эти обалденные крапушки орхидеи чем-то, знаете, похоже, что-то такое, знаете, на окрас. Может быть, сезам орхидеи есть, сезам орхидеи. Есть еще несколько орхидеи вот с подобными крапушками. Ну, разными, разными фонами цветов. Ну, вот крапушки вот такие, вот они очень-очень интересные и необычные. Ну, а, собственно говоря, сама орхидея, ну, вот в таком она состоянии, друзья. И я так полагаю, что придется нам ее пересадить, потому что, когда я смотрел, делал обзор от орхидеи, есть у нее небольшие вот такие вот черные ободки вокруг, вокруг, сейчас я вам покажу, вокруг корней. И вот здесь вот в глубине, вот если посмотреть, есть некая такая вот чернота. Поэтому я, несмотря на то, что уже как бы луна, собственно говоря, и убывающая, я все равно хочу эту орхидею распотрошить. Потому что, ну, вот смотрите, у нее вроде бы корни хорошие. Вот он шел, корень хороший, потом дошел до дна, и все, бах, и что-то с ним произошло. А произошло с ним, тут либо засушили эту орхидею, она пить хотела, подсушили. И веламен стал отмирать, и потом ее залили водой. И вот этот корень, видите, он набрал в себя воды, но уже все, веламен мертвый. Поэтому корень вот такой вот желтый и наверняка желеобразный. То есть все, он мертвый. Поэтому, конечно же, чтобы все это дело не распространялось, потому что больше-то здесь особо-то корней я не вижу. А грунт очень и очень такой плотный. По всей вероятности, уже, ну, как говорят, слижался, да, уплотнился. И благо, здесь есть паспорт. Паспорт, но по паспорту, конечно, вот цветочный паспорт сейчас заставляют на ввозимые орхидеи ставить вот такие значки. Но, к сожалению, здесь я не могу понять. И это Нидерланды, НЛ. Но, к сожалению, не могу, не вижу, здесь нету числа, да, то есть даты, когда была эта орхидея размещена. Но, как правило, это где-то примерно 12-14 месяцев проходит с момента помещения в горшочек маленького росточка орхидеи фаленопсиса. И вот до того момента, пока она вот так вот вырастет и зацветет. После этого отправляют на продажу. Соответственно, все это время их просто пичкают, дают ей просто, я не знаю, такие транквилизаторы, что иногда порой орхидеи буквально за год, за несколько месяцев вырастают просто в слонов. Нередко показываю обзоры из магазинов, где основание орхидеи вот с мое запястье, а листья у этих орхидей, как, я не знаю, как уши у осликов, такие огромные, сочные, такие вот, как куски автомобильной резины. Ну, вот такая вот у нас, друзья, орхидея появилась на канале, и мы вместе с вами ее в ближайшее время прям распотрошим, посмотрим, что там с корнями, ну и по всей вероятности сделаем пересадочку этой орхидеи. Ну, она дополнит коллекцию нежно-желтых с малиновым крапом орхидеи, которые есть на нашем канале. Вот все хочу показать, но вот эта вот наша Джулия, она вот в разные стороны, пять цветоносов, раз, два, три, четыре, пять цветоносов, и она как краб в разные стороны. И я вот не могу сконцентрироваться так, чтобы показать с одним цветочком для примера. Ну, вот так, наверное, будет лучше, да? Вот, смотрите, немножечко у нашей Джулии язычок такой вот он, наверное, наверное, знаете, такой малиново, с таким ржавым каким-то небольшим оттенком, в отличие от самой нашей с вами причудливых веснушек, у которой прям ярко-малиновая такая вот губа, основание, вот, центр. И Джулия, конечно, немножечко посочнее в плане желтого цвета, а вот веснушки, они немножко нежнее, но это делает ее еще более интересной и отличительной от других орхидей. В общем, друзья, вот такая вот орхидея-похвастушка моя появилась на нашем канале. Ну, будем смотреть, следить за ней, как она будет у нас расти, и, собственно говоря, что-то мы будем с ней делать. Вот такие вот орхидеечки, друзья. Все, всем пока, всем хорошего настроения, и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока, друзья, пока-пока. А это, кстати, все еще Лас-Вегас у нас цветет, прекрасно растет, цветет. Кстати, тоже его пора пересаживать. А теперь пока, все.